Всем привет, дорогие друзья! Привет-привет из Беларуси, кто смотрит не из нашей страны. Сегодня у нас выпуск такой теоретический. Хотя нет, поштил, все-таки практически. Я взял с собой спиннинг, взял с собой приманки. Сегодня идея потягаться по реке побольше, поездить, посмотреть новые места. Многие скажут, опять спиннинг, но как искать места для фидера? По карте, конечно, можно, но уже такая погода, что можно совместить приятное с полезным. И съездить половить спиннингом, походить, посмотреть глубины, повороты, ямы, траву и прочее, вообще поведение рыбы. И сделать какие-то выводы на будущее для фидера. И посмотреть, ну, конечно, на спиннинг тоже интересно поймать. Сегодня идея рыбалки будет достаточно такая интересная. Я хочу проверить ту тему, о которой прочитал. Тема такая, что с учетом вылета стрекозы, вот сейчас вот активно появляются стрекозки. Сегодня, вчера я их видел, пчела полетела. Сегодня, если найду, вам тоже покажу. Использую такие приманки, которые похожи на вот эту вот штуку, которая называется там по-разному. Я встречал и казарка, и нимфа, еще что-то. Ну, вот какие-то вот такие жучки, паучки. Такие прям совсем казарочки. Микроджик, легкий груз. И попробую что-то сегодня словить. Конечно, в первую очередь буду нацеливаться на окуня. Он отнерестился уже давно. Я надеюсь, когда-то у него начнется этот жор после нерестовый. Поэтому снасть легкая, от 2 до 10 грамм тест удилища, маленькая катушка и тоненькая плетеночка. Пойдем искать окуней. Субтитры сделал DimaTorzok Наверное, я объект сегодняшней ловли попался. Ай-яй-яй-яй-яй. Через травку-то протянем его. Да, протянем. Вот за ним сегодня охотились. Тукнул. Порвал мне что ли Мосю? Ах, ты же засранец, у меня же она одна. Тукнул. И провисла леска плетенка. Я подсек. Ну и, соответственно, вынял его. Значит, тут река течет слева направо. Тот берег обрывистый. Там и сегодня, кстати, с того берега тоже был. Заезжал он туда, чтобы попасть. Если можно переплыть, тут мало. Это займет времени. А можно объехать. Это 40 километров. Ну, в общем, по этой стороне мелячок. И вот такой тут затишок там отбивается. Обраточки, правда, нету, но просто затишок. Как стоячая вода. И вот здесь окунек. Судя по всему, возле травки тусуется. Ну ладно, одного-то словили. Сейчас попробуем поймать еще. Словили. Все, вот у меня слово это словили. Ну, извините. Поймали. Поймал. Фоткаем и в родную стихию. Иди. Бандит разорвал мне приманку. У меня-то их не то чтобы много. У меня две. И то, которые я у кого-то, честно, взял из коробочки. По-моему, Андрейки. Андрейка, привет тебе. Работает эта приманка. Хотя, все, тут порвалось с этой стороны. Хотя я продолжаю ее. И всегда буду считать какой-то неадекватной. Я не понимаю ее, как она работает. Но как-то работает. Рыба клюет. Попробуем еще все-таки ее оснастить. Тут она уже вся дырявая. С оторванными фалангами. Вроде что-то получилось. Наискосок. Кривенько. А, так я не с той стороны проткнул. Поэтому наискосок и кривенько. Поехали дальше. Жаль, конечно, что в траву засадил рыбу. Но это окунь. Ага, вылетела только приманка. Это окунь был. И, судя по всему, он здесь есть в количестве. Поэтому схожу сейчас рюкзак там оставил на входе. И будем уже стоять тут ковырять его. Ндамс. Этот был получше. Вот в этом где-то, в этом затишке и тусуется. Причем выбрал он более активную проводку. Проблема, конечно, вываживание. Это трава. Опять была атака. Так, Моси у меня всего две. И те дефектные. Но сейчас будем подбирать, что ему еще нравится. Чудеса. На Мосю. А смотри, кто. Посмотрите, кто это клюнул. Ясь. Чудеса на виражах. Хороший. Будем утомлять. Потому что плетеночка 0,3. По Японии. Поводочек 0,22. Флюрокарбон. И очень маленький крючок. Явно он не хочет сюда идти. Я думал, окунь клюнет. А это, судя по всему, ясь. Прямо под травкой. Красивый. Да, лучшего места, чтобы его взять, тут, наверное, не найти. Хотя взять его здесь будет очень сложно. Давай, уставай, дорогой мя. Я тебя пока на фрикционе, на легком. Хотел половить окуньков. Ну, ясь же это, это же не лещ. Я что-то с испугу не могу рассмотреть рыбу. Не хочет он идти. Но это и понятно. Да, это, по-моему, ясь. Так, спуститься, интересно, у меня получится хотя бы на один шаг. Чудеса. Делал проводку такую умирающую. Полоборота, пауза. Поставил мосю, полтора дюйма. Приманка лежала вот тут, прямо в ямке под этой травкой. И, похоже, что он соблазнился. Принял ее, наверное, за казарку. Стоит на струе, не хочет он выходить. Пока его форсировать и не буду. Ниже по течению, похоже, мест нету. Тоже, где его можно взять. Главное, чтобы он хорошо засекся. Если у него зубов нету резких, то он порвать ничего не должен. Ну что, ты устал, мой хороший? Джек-головка 5 грамм. Блин, вижу, приманка торчит изо рта. Как же его-то взять? Здесь ступенечка есть. Покажи засечку. О, поможете под саком? Говорю, поможете под саком? Да, хотел лакушка по дну потягать тут вдоль травки. Вот такой. Просто не подниму, потому что тонкий очень поводок. Блях, а здесь тоже жарик? Сейчас посмотрим. Это жарик. Угу. Томился он уже. Тянул прямо вот тут вдоль травы шла приманочка. Вы извините. Да ничего. Это повезло, наверное, что он засёкся. Это ж ясь. Ясь? Ну, это ж не жерих. Ясь, ясь. О, видите, на такую маленькую совсем силиконовую. Засёкся хорошо, просёкся. Ну, типа подумал. Подумал, что казарка. Да. Сейчас казарки столько много ползает. И они все. Спасибо за помощь. О, какой красавчик. Засечка получилась весьма-весьма внятная. Весьма хорошая. И поэтому овсет его выдержал. Вот приманочка 4 грамма. Колокольчик. И Мося тёмненькая. Красавчик подарил массу эмоций на вываживание. Хорошо. Местный дядька помог под саком. Мы ему за это подарим свободу. Ну, давай. Такой достаточно униженный ушёл. Что касается места поимки. Сейчас я пока эту умирающую проводку делаю. Сделаю длинную паузу. Река течёт на нас. Делает очень крутой поворот. И уходит дальше в следующий поворот. И вот обрывистый берег, где вы видите знак стоит 560. Ну, это я вижу, камера, наверное, не передаёт. Вот прям вот там, под травкой. Учитывая, что здесь русло проходит. Ну, то есть, где-то возле русла. Прям-прям под берегом. Потому что проводку я делал такую же, как и сейчас. Конечно, ну, не на езя я нацеливаюсь. Планировал половить окуня. 4 грамма вот колокольчик и мося. Такая с зелёными блёстками, тёмная. И проводка была. Сейчас попробую показать, какая. Ну, примерно. Я забрасывал под берег. Понятно, что приманку сбивает струёй к берегу близко. Она там где-то падает. И потом я делал... Ух ты! Плюхнул. Полоборотика. Пауза. Полоборотика. Немножко вершинкой подыгрывать. Потому что там ося, на мой взгляд, вообще никакой игры не имеет. Собственный. Полоборотика. И такие вот паузы. На одной из пауз просто случилась... Ну, не то, чтобы сильная поклёвка. Там никакого удара. Но просто рыба схватила приманку и потянула вниз. Сопротивление, как вы видели, было... Ну, такое. Постояло на струе. Насказать, что уже какой-то супер силы я не ощутил. Поддержал, да. Поддержал несколько минут, пока он утомился. Без подсака, наверное, бы его не взял. Хорошо, что вот местный мне помог. Мужик. Спасибо им большое. Ну, то есть, схожу. Спиннинг у меня до 10 грамм. 4-5 грамм ставлю и вот так облавливаю такие места. Всё-таки в надежде на окуня. Не знаю, как получится. Потому что ясь был на пятом забросе на сегодняшней рыбалке. Ставим вот такую вот очень похожую штучку. на эту личинку с трекозой. Грузик 7 грамм и вперёд. Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас догнал. Первая поклёвка была мимо. Я ещё подбросик сделал, дал паузу и вот окунь догнал. Окунь же это, надеюсь. Да, хороший окунёчек. Засёкся хорошо. Прямо красавчик. Вот такой вот, жёлтенький. Сеял я. Умница. Окунь отправляется домой. Вот такой красавец. В некоторых местах, где много мусора, ну точнее, где трава поднялась, джигам тяжело пройти мелководный участок. Так, там буду пробовать небольшими воблерочками, плавающими. На них тоже окунь должен попадаться, особенно, наверное, на такие, которые на какого-нибудь там майского жука, похоже на что-нибудь типа этого. Например, вот такой вот коричневый, тени, хайра плюс ван, тени 33F. Плавающий, небольшого заглубления. Сейчас его погоняем. Совершенно не туда. Ну да ладно. Тоже будет выход к мели. Тоже будет выход к мели. Вот такой вот красавчик. Как будто первый раз на крючок попался. Прям повелитель бабочек. Таких вот чёрненьких. Красивая зараза. Фух, оттоптался полкилометра по берегу. Сейчас воспользуюсь услугами бобра. Хотя неизвестно, где легче идти. О, досточка лежит. Неспроста. Кто-то до сюда, наверное, доходил. Ныряем. Неплохо. Тоже неплохо. Ну вот, вверх по течению забрасываю вдоль травки такую проводку. Можно сказать, по дну тяну. Поклёвочки иногда случаются. Стрекозки тут по речке, кстати, иногда проплывают. Вот их видно, что был массовый вылет. Какие-то перебитые или наполовину из этой, из домика своего, из экзоскелета высунутые. Не свалились, дуло ветром, не знаю. Вода не успевают вылезти и плывут периодически. И пару штучек видел. Ну и на траве. Тут-то там сидят. Расправляют крылышки. Наверняка сейчас для рыбы это очень хорошая кормовая база. Так что случилось. Оказалось, поклёвка была как будто. Да, сегодня с этим, конечно, с язем повезло. Повезло мне. Так бы вот этих акушат собирал, ходила так. Есть хорошая рыба трофейная в зачёт. Поэтому уже можно и заканчивать. Вечереет. Ещё тут пару мест сейчас пройду. Очень много травы вдоль берега. Мало мест, которые без травы. Рыбка не крупная. Наверное, шнурок будет. Эй, куда в траву? А не, судачок пробился. На него сейчас запрет. Поэтому мы его фоткаем и отпускаем. Сфоткали. И дарим ему свободу. Лови. 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 Продолжение следует...